Всем доброго времени суток! С вами Сальнет Машика, и сегодня у меня для вас новости на 23 число, 7 месяца 22 года. В поисках дополнительных интервью Танакона удалось ещё кое-что найти, например, фрейма Волчицы выпускать будут вместе с Дувири. Что звучит логично, ибо следующим фреймом будет Тинакс, а концепт Волчицы нам вряд ли показали для того, чтобы выпустить Чёрт Знает Когда. Хотя интересно будет глянуть, как Дувири и Волчица будут связаны между собой. Заявляется также, что с китайцем предстоит выбор некоторых решений, однако это будет устроено иначе, чем текущая система кармы. Снова нам подтвердили, что не будет у Дувири синдикатов, репутации и главного города с персонажами. Они будут разбросаны посреди мира, будь это в библиотеке, огромном театре или где ещё, ввиду чего разные дни ощущаются по-своему. Похоже, что от репутации решили отказаться по той причине, что персонажи могут не помнить, что вы для них сделали в прошлом дне. При этом нас заверяют, что играть каждый день в году нас не заставит для получения наград. Многие дневные циклы будут завершаться столкновением с Уровирмом, которого таки делают полноценным врагом. Что касается лошадей, кайтов, то их разные версии будут отличаться лишь внешне, чтобы избавить игроков от необходимости выбирать лучшую лошадь. Также на данный момент в ней разрабатывают боевой геймплей при езде на лошади. Было упоминание о том, что кайтов нам предстоит создавать. Затем стоит напомнить, что уже сегодня в 6 вечера по МСК закроются платные реле Тенекона. Времени осталось мало на покупке у местного бара. А напоследок есть немного новостей с Олфрейма. Возможно, вам будет интересно послушать. Например, Стив пишет, что показанный трейлер отражал внутриигровое состояние, чему можно поверить, сравнивая с трейлерами Варфа. Было отмечено, что волосы и растительность тут выглядят заметно лучше, чем у Варфа. Стив подтвердил, что эти улучшения, вместе с освещением, появятся и для Варфа. Нуша в названии игры является ключевой игровой механикой и темой, а не отсылкой к играм типа Dark Souls. Среди концептов показали Юрту, которая должна быть нашей базой, типа Орбитера. Проблемы с регистрацией на официальном сайте вроде как решают, хотя я до сих пор не могу свой ник занять. Но мне сообщили АДЕ, что могут и принудительно это дело зарезервировать. Что касается неполученных писем о регистрации, то поддержка Варф ответила, что их будут рассылать заново. На этом от меня всё. Поэтому всем всего, всем удачи и всем пока.